Субтитры создавал DimaTorzok Спустя в долине ледяных ключей Ну что ж, давайте посмотрим, что интересного автора завез для нас Там, по идее, вроде много вкусного И это только, разумеется, начало Поехали Тысяча лет прошла с тех пор, как я видел тебя в последний раз, Тирент Но и в круговерте пустоты я каждое мгновение вспоминал эту встречу Фарион, радость встречи переполняет мое сердце Но я бы не стала будить тебя, если бы не пришла беда Ты поступила правильно Даже сквозь сон я чувствовал порчу, охватившую наши земли так Словно она разъедает мою плоть Фарион, пылающий легион вернулся Кенариус убит И чужеземцы свободно разгуливают по нашим священным лесам Как и было предсказано Архибод, конечно же, отправится в Хиджальские горы Прямо к Ушугуну И если энергия горы иссякнет, наш мир уже не спасти Единственное, что я смогу придумать Это разводить тебя и остальных орков В конце этой долины есть замороженные зверинцы, в которых дремлют волчьи усадники Если мы доберемся до них, у нас появится шанс остановить Архимонда и его демонов Ум, да, там они из ниоткуда появились Отлично, они отступают Теперь возвращаемся в лагерь и считаем потери Значит, чужеземцы тоже сражаются против колдораев Они могли бы стать нашими союзниками в борьбе с Архимондом Они жалкие смертные, не более того Они убили Кенариуса И будь я проклята, если назову их своими союзниками Может быть, ты и права, любовь моя Мы построим здесь новое поселение Обязательно выставляй часовых Думаю, мы еще не раз столкнемся и с чужеземцами, и с ночными эльфами Бедная моя переводческая жопа И опять вся прокачка у меня какого-то хрена исчезла, блин Что за фигня? Так, ну что, другой разговор Опять пришлось галопом все переиграть И понятно, почему, конечно, каждый раз летает Тут вряд ли вина Это что за нереальная защита Здесь Так, ваши герои не могут переносить маленькие Как там это? Игрушечные здания Вот Следующую главу Так, у нас есть этот Фарион Я уже знаю, что у него есть У него есть такая особенность Она меняется при каждой атаке То есть сейчас он уменьшает броню на 3 Потом он еще что-то делает Еще что-то делает И в общем-то Каждый раз при каждой атаке Этот шок меняется Допустим, фаер шоком Потом еще какой-то шок Там 4 или 3 Я не помню уже Короче, Коушторм Это у нас очевидно просто Молния херачит Как у Того из клана Грозовой бурь Или как там его Самонбир И вард Который уменьшает скорость передвижения Окей Что дает у нас барабан Кенарилс 150 дополнительной маны 50% скорости регенерации мана Рок давал хпшечки У нас много времени будет делать Вот Короче Здесь по 5000 золота Здесь побольше По крайней мере его Если вспомнить оригинал Там вообще по 2000 золота Но Мы имели возможность Передвигаться Ну то есть древо наше Блин, нафигеть Конечно Зачем такой масс-спам Армиями Опа Освальд Ну Освальд Прощай А может его надо было Закликать Слишком Как-то он особенно Выглядит Этот Освальд Давайте Закликаем К сожалению Ничего Так Гранты Здесь у нас получают Выбор Специализации Чуть позже Покажу Что это такое Ну Если коротко Это очень Похоже На то Что В ревампе Было В проложеном Ревампе То есть Тоже Тут выбираешь Ему Атаку Защиту Во что В общем-то Уходить Знаете Следовать Мне лучше Сейчас Варик И Три Тайверки Но Тайверки Я пока Оставлю Мало Мало Ли Зачем Понадобятся И пока Развиваемся Можно двигаться Дальше Ухта Иф-6 Заработала Прикольно Оу Жуть Лови 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 его Я мастер На все руки Просто так Нам стали доступны Гоблины Лоу Неплохо Между прочим И хорошая атака Видимо Видимо Они Они Точно так же Нам все Добывают Так Интересно Интересно У Мишки Тоже Эсшок Аааааа Вооо Интересная механика Очень круто Вот, допустим, ледяной шок вам Ветряной шок там есть В общем, это очень круто, автор придумал Правда, этот концепт он уже давно показал Еще когда я начинал разрабатывать эту компанию Так что я по факту об этом знал Ну, вот вам интересная идейка Ну, она реально интересная, если так подумать В шесть час стала работать, интересно Че я такого там сделал Так, ладно, надо сделать эту фиговину Чтобы аугментацию активировать Там не отбегают пацаны без аугментации Вот уроды, а Именно в такой момент Так, че, сейчас посадим их на пики точеные Да, подошли Если бы я знал, что у нас шлёдеры будут Я бы не оставлял пацанов на дереве, в принципе Что-то так у нас уже, вон, посмотри, две тысячи дерева Просто Ладно, давайте пару пашин здесь Напихаем Да, надо сюда сначала сходить уже добить Все, давай специализации Так, по аугментациям мы, в принципе, знаем, что Будем их придерживаться С трудными тем временем очень легко расправляемся А вот этот эффект над башкой как-то странно смотрится Так Теренд Собирай Так, ну шо Готовы специализации Есть у нас, получается, склеминг-аттек 15% скорости атаки путем потери двух дней с брони И четыре доп. брони И с возможностью, ну, то есть активаться за четыре доп. брони Потери 50% скорости при этом Так вот Ну, то есть Можно им массовочку дать Будет неплохо Так Пьюдж, блин, где-то доступен, непонятно где Так, ну-ка Хорошо Хорошо, кастомная моделька с анимацией постройки дана Это здорово Погоди Я знаю этих бьорнов Они ушли, когда порча еще только начала расползаться по земле Возможно, порча все-таки коснулась их Я только не пойму, вот каким боком тут гублены Вот просто Пролетал мимо, упал Все, гублены нашей фракции Это самое тупое объяснение, наверное Окей Значит у нас порча, так сказать Фиолетовая тут Никогда раньше не видел столь Агрессивных созданий Сейчас я покончу с их проклятием Второй респанд Завести Опа, ребята Че свалились тут, а? Вот он, а пивоч О, блин, ксепер Наши ресурсы истощаются Мы должны найти еще один золотой рудник И подготовить войско Еще пара башен Не помешает Да, ну шо Нам придется зачистить это дело От порчных пиорнов Забавно, конечно, смотрится В фиолетовом цвете Наши ресурсы Наши ресурсы Попробуем. Попробуем. Так, может... Отдать это тебе, чтоб ты чаще дебафы накладывал. А вот иранда и так ловкость основная. Так что ей норм будет. Попробуем. Мы не выполнены. Мы в атаке. Во всех, все чипска будет. Исследована. Патчет. У нас время. Так, тут сдох у меня. Незаметненько так. Сейчас как раз к концу всего уже будет. Блин, они слишком синюшные. Кажется, в этом случае можно было бы текстурку найти какую-нибудь интересную. А, мне Мишка сдох. Все в порядке, никто не умер. Незаметненько так. Незаметненько. Незаметненько. Мы в атаке. Я поклялась защищать эту землю. И я защищала ее, пока другие видели сладкие сны. Что ж, любовь моя. Если годы ожесточили тебя, значит такова воля твоего божества. Нифига себе. Королевская корона просто так. Так, ладно. Награда, конечно, топ. Но, по-моему, чересчур. Впереди опасность, Вастительница. Будь осторожна. О, нормалек. Нифига себе. Десятого уровня лич тут. Так, тихо-тихо. Так, далеко лучше не уходить. Так. Впереди опасность. Надо подумать. Деньжа у вас. Нет, на пациенте. Наш время будет длина. Деньжа у вас. Пациент. Наш время будет длина. Мы в отражении. Наш божий нич union. Королевская коронежка. Завершая коронежка. Я говорю, не мочить эту башню, а? Звук, кстати, про станы троллей совсем, но, блин, здесь такая толпа, честь слова. Все, мана кончилась, камешек-то есть еще, конечно, офигеть, жесть, где вы там, а? Что за ульта у него? Короче, это ульта панды. Все. С этим, я думаю, проблем не будет. Ух ты, фигмера. Так, тоже 5000 золота. Tiny great hole, tiny barracks. Ну, автор, конечно, сильно нам упрощает жизнь этим. Спасибо. Ещё, блин. Дострой же тут. Да что значит нет? Там какая-то не верит, где моя щирота. Даааа, а это плюс. Будь на чеку власти тягнется. Эти леса кишат духами природы. Ой-ой-ой, духи-духи. Опасная тема. Так, ну-ка. Я не понял, откуда я шумов мана? А, я же перчатки отдал, всё верно. Так, даже, кстати говоря, вот и спойлер, кстати, для нас, кто противником нашим будет. Дреней! Хе-хе-хе-хе. Оу. Проклятые орко-тролли. Это дреней, блин. Так, хорошо, ладно. Надо супер аккуратно. Теперь у нас, наше болото превратилось. Ледяное болото, если быть точнее, превратилось. Ау. В общем, такой вот красивый, лесок. Оу. 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 Сколько тут этих болотных огоньков, а? Оу. 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 А, здесь должна... Раньше была, по крайней мере, гигантская ящерица, с которой что-то полезное падало. Ох, срань, а. Надо аккуратно пару башен поставить. Хм, ему пройду, должен загориться. Пощера. Ага. А грибочки-то остались. Ага. Ага. А грибочки-то остались. Чтобы побольше народа могу пройти. Летс гоу. Да. Конечно, послабее будут. Послабее противнички. Ну, артефакт весьма и весьма полезный. Соби-маска. Все, теперь по КД просто можно регенить. В принципе, Фариона очень много мана сейчас, а особо и у него пользоваться так-то нечего. Ох, поганые духи. Из ниоткуда просто появились Сенты, нормально. Горелку включают. У нас большой отряд, так что нам будет не сложно. Главное прорваться к противничку. Поскорее эти леса освободились от этой зелени. Освободим же всех, всех кузников этих лесов. Вернем себе болото во славу Орды. Коммунитет к магии. Так, а вот и он, ему зачем-то дали два камня затмения. Зачем? А то вон тут эмты всех хвостей. Убить его будет слишком просто. Да здравствует наша любимая Зангартопь. Хочется верить, что земля залечит свои раны. Надо идти. А его вообще насрать. Ого. Это че такое вообще? Хивера дерется, а андедом насрать. Так, хорошо. По крайней мере здесь нас больше никто не побеспокоит. О, смотрите, огоньки потухли. Ну все, ща повстречаем сатиров. Хотя, знаете, насколько я помню, при встрече грома с источником, там были кентавры вроде как, не дренеи. Или я уже забыл? А здесь почему-то именно дренеи. Хотя да, дренеев осознать куда проще, чем кентавров. Опа, кентавры! О нет. Харфас захвачен кентаврами. Они преграждают быть к зверинцам. Ни шагу дальше. Тикондрус приказал убивать любого, кто попытается пройти сюда. И мы с радостью выполним этот приказ. Жалкие уродцы. Мне невыносима сама мысль о том, что когда-то вы называли себя орками. Как они из орков в кентавров-то превратились, а? Или из дренеев? О, допустим, это тролли, да? Чё за херота? Да, это весьма забавно. Я думаю, что есть многое. Я не знаю, что я просто не могу. Я чувствую себя. Я чувствую себя. Пустиг. Время будет прийти. Наши городы в кентавров-то! Я чувствую себя. Я чувствую себя. Я готова. Что? Мы в кентавров-то! Вы наехали, блин! Кентавры! С дренееви на пару! Та хера себе телепорты всякие у них тут, башни ледяные. Ребята, куда лезете, а? Полезли, блин, а? Так ты щелять будешь, нет? Крепко влетела. Блезть, идиоты. Нам же всем жопа. Ладно, на самом деле еще далеко не все потеряно. Ну, забавно, вокруг потема треска возникает. Ну все, добить их труда не составит в принципе. Надо сбегать посмотреть, есть ли тут что-то полезное. Интересный факт, в ледяных бараках сидел Фарион. И они тоже в ледяных зданиях. Хам, хам, хам. Фарион, Фарион, Фарион. Неужто ты двойной агент? Ну все. Дело сделано, как говорится. И теперь остается только посмотреть финальный ролик. И дождаться пятой главы. Пробудитесь, волчьи всадники. Пусть дикие волки вновь пройдутся по равнинам войны. Вы вновь нужны Калибдору. Близится роковой час. Приветствую тебя, вождь. Мы к твоим услугам. Вы поможете нам пробудить ото сна свирепых шаманов. Рейдера, блин. Господи, переводить, конечно, много придется. Ну ладно. Ладно, чё. Хорошая глава. Мне понравилось. Это много нового, много вкусного. И проходится она легко, скажем так. Не то, чтобы прям, а вообще, easy. Тут хард есть, в принципе. Ну да, это гораздо проще, чем за ночную хельфу все равно. Так что, я думаю, автор будет еще балансить ее будет. И, скажем так, в более сложную сторону, скорее всего, балансить. Ну, ладно. Ладно, мне глава понравилась. Фарион, герой интересный. По крайней мере, его пассивка и синергия с Мишкой. Но вот остальные две способности как-то слишком уж бесполезны, если уж на то пошло. Так что, тут большой вопрос. Ладно, еще грозу как-то можно применить в теории. Но я не представляю себе, что делать с тотемом. Как он может быть полезен в принципе. Ну, я не знаю. Я только представляю себе такую условную ситуацию, когда к тебе в лагерь наступает толпа. Если ты окружен пашнями, ставишься твард. И пока они долго тупят и пытаются дойти, они там все поддыхают. Да, но это такой очень специфический случай. На деле, я на самом деле не знаю. Может у автора реально есть какая-то задумка, как заставить взаимодействие эту способность с геймплеем. Но пока я ее не вижу. Вот. Ну, как-то вот так вот. Пожалуй, на этом все. Будем ждать пятую главу. Очень интересно, как это все дело продолжится. Чем дальше, тем интереснее. Там нас и Иллиданчик ждет, и многое-многое другое. Интересно. Кто у него в группе в дискорде сидит, уже наверняка знает, какие планы у автора. Они очень амбициозные, поверьте мне. Но если не хотите себе спойлерить, лучше сидите и ждите. Но на деле, если так подумать, вся кампания выйдет еще не очень-то и скоро. Но, с другой стороны, автор уже большинство воинов раз реализовал. Сейчас пойдут дефолтные рейдеры. Хотя, блин, у нас есть наездники на троллях, да? Но они специфируют, специализируются на том, что переагривают других. А это же больше как осада. Но, блин, у нас есть бэтрайдеры, у нас есть демолишеры. Хотя и орков тоже дефолтных это все есть. Но, тем не менее, там агументации у бэтрайдеров. Особенно те, что скорости атаки касаются. А тут еще и волчьи всадники. Кто там? Они... Тиран, да что-то про шаманов сказано. Значит, мы в следующий год будем шаманов пробуждать. Хе-хе-хе. Интересно, а у них там что? Заставит их в дикость впасть, так скажем? Ну, это мы еще узнаем. Очень... Очень скоро, надеюсь. На этом все. С вами был Павел Первый. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик в себя, оставляйте комментарии. Мы еще увидимся в следующих видосах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok